Региональный подмосковный проект «Добрая комната» существует в Ленинском городском округе уже более двух лет. Здесь ребята, ожидающие приема врача, могут поиграть, порисовать и даже почитать книги. А часто ты здесь бываешь? Да, часто. И как тебе? Хорошо здесь. Я люблю читать и играть. Инициаторы проекта – партийцы «Единой России» – уверены, такие детские островки для игр и интересного времяпровождения должны появиться в каждой поликлинике. Это стресс, конечно, посещение врача, многие боятся. Поэтому здесь дети могут поиграть, расслабиться и уже с позитивом идти к врачу. Сейчас, в настоящий момент, планируется во все наши медицинские учреждения, поликлиники по всему Ленинскому городскому округу организовать вот такие детские комнаты. В честь Международного дня детской книги в «Доброй комнате» в Видновской детской поликлинике появилась целая библиотека. Более 70 книг различных авторов и издательств. Акцию проекта «Добрая комната» приуроченную к Международному дню книги поддержали многие известные люди. Писатель Михаил Самарский, артистка, певица, исполнитель Катерина Голицына, актер Александр Ряполов. И все они сказали одно – «Добрые комнаты» – это важно, это нужно, это то, что заставляет детей радоваться. Дети чувствуют себя в «Добрых комнатах» счастливыми. Ценность книги, наверное, немножко утрачена благодаря современным гаджетам. И вот сама по себе книга, взять ее в руки, полистать, посмотреть картинки, потрогать руками – это важно для детей, важно для их развития. Они листают книги, познают, обогащают свои знания и отвлекаются от тех негативных мероприятий, которые могут получить здесь лечебное учреждение. Это здорово, мы благодарны и благодарим партию «Единая Россия». Кроме того, организаторы акции передали маленьким посетителям поликлиники более 70 сертификатов на бесплатное занятие по верховой езде. Мы их раздаем для того, чтобы популяризировать конный спорт, потому что как и для детей, так и для взрослых он очень полезен. Для детей чем? Ну, конечно, ипотерапия. Лошади – это невероятно мощные, энергичные существа. И я считаю, что детям нужно с ними контактировать, общаться. Акция прошла одновременно по всему Подмосковью. Организаторы пообещали и дальше активно развивать проект «Добрая комната». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.